На этой неделе в Кабмине наконец-то начали объяснять, почему украинским пенсионерам так по-разному повысили выплаты. На каком основании одни получили больше тысячи гривен, а другие всего сотню, хотя стаж и у тех, и у других одинаково солидный. Разъяснение появилось со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Опубликовали даже формулу. Объяснение чиновников состоит из двух пунктов. Во-первых, перерасчет пенсии на основе актуальной средней зарплаты не проводился уже 10 лет. И чем дольше человек на пенсии, тем больше у него получалась доплата. Второй момент. Чем больше была зарплата, пока человек работал, тем больше он получает при перерасчете. Поэтому, например, шахтеры или работники вредных производств могут похвастаться особенно заметной прибавкой. Появилась и детальная статистика по самим выплатам. Всего повышение пенсии коснулось больше 10 миллионов человек. Но вот половине этих пенсионеров досталась очень скромная прибавка. До 200 гривен. Доплату до 500 получили 2 миллиона украинцев. Надбавка до 1000 у чуть более миллиона человек. А вот больше 1000 гривен приплюсовали только 2 миллионам наших пенсионеров. Еще полтора миллиона человек повышение выплат вообще не затронуло. Ну что ж, похоже, люди рассчитывали все-таки на большее. На большую щедрость центральной власти рассчитывали и распорядители местных бюджетов. В регионах до сих пор не могут прийти в себя от проекта госбюджета на следующий год. Вот, например, одно лишь сокращение субвенции на образование. Это уже потеря миллиардов гривен для местных бюджетов, которую компенсировать, ну, попросту нечем. Под вопросом судьба сотен колледжей, техникумов по всей стране. Они могут попросту закрыться. В Министерстве финансов от этой проблемы пока отмахиваются. Мол, на местах денег хватает. Но наша Павлина Василенко увидела то, что не хотят замечать чиновники. О бюджетном ударе по образованию смотрите далее. Каждый понедельник и пятницу ученики этого аграрного училища в городке Гадяч проводят на пасеке. Это ПТУ действительно уникальное. Тут учат будущих пчеловодов. Многие дети приезжают сюда из других областей. Но в прошлом году это учебное заведение с 85-летней историей оказалось на грани закрытия. После того, как все ПТУ перевели на финансирование из местных бюджетов. Многие райцентры просто не могли позволить содержать сразу несколько училищ. Легче стало в этом году, когда все ПТУ перевели на финансирование. Из областных бюджетов. Но городские власти пытаются и здесь экономить. Урезают региональный заказ. Хотя пчеловод – профессия государственного значения. И финансируется из госбюджета. Но денег на такие училища все равно катастрофически не хватает. Канцтовары мы забыли, когда нам давали на канцтовары. Мы берем деньги из спецфонда. Поставить программу или флешки купить. Достаточно значительная сумма была выделена на подготовку за профессиями загально-державного значения. 119 миллионов. Эти деньги мы начинаем вытрачать только сейчас. Потому что они стоялись учеников нового набора. Государство формирует заказ на 19 профессий. Среди которых пчеловоды, виноградари, живописцы и тестоделы. На остальные профессии, которым учат в ПТУ, заказ формирует область. Зависимо от потребностей. Но чтобы выжить, училища не ждут щедрости от чиновников. И сами начали искать альтернативу в бизнесе. Новые аудитории, форма и условия максимально соответствующие реальной работе. В этом одесском ПТУ учатся лучшие сантехники Украины, победители конкурса. Теперь за ребятами очередь из потенциальных работодателей. Работодатели, допустим, предлагают и заграничную работу. А если есть вариант, что можно остаться в Украине. Для начала, наверное, себя вижу монтажником. А в дальнейшем, может, и руководителем какой-то бригады. Эта ПТУ участвует в швейцарско-украинском проекте по улучшению профтехобразования. Но такие училища скорее исключение. Чтобы заполнить кадровые дыры, частные фирмы спонсируют подготовку нужных им специалистов. Это эффективнее, чем госзаказ. На очень большие суммы люди нам помогают оборудованием, материалами в подготовке. Ребята, когда к ним обращаются представители больших известных фирм, и у них появляется мотивация к работе, к обучению. То, чего так боялись в преддверии нововведений, не произошло. ПТУ не закрылись. Но изменения происходят. 18 училищ из 800 оптимизируют. Но теперь запаниковали работники колледжей и техникумов. Они боятся, что, как и ПТУ, их переведут на местное финансирование. Это для местных бюджетов будет очень проблематично. Надеемся, что Верховная Рада проголосует за то, что наше финансирование будет идти таким образом, как оно ишло и до этого времени. Вино Сухен называется Кабернесу Миньонс. Они студенты единственного на все Закарпатье колледжа, где учат, как делать вино. Новое оборудование и технологии сюда приходят вместе с международными проектами. Пять лет назад, наконец-то, колледж обзавелся лабораторией. 10% денег на создание лаборатории было выделено нашим колледжем. Решту Евросоюзом. Поэтому на всем обладании, которое вы тут видите, есть логотипы Евросоюза. Последнее время на виноделии, как и на другие профессии, все сложнее набрать студентов. Та же проблема, что и с ПТУ. Непопулярные рабочие профессии. Хотя колледж выпускает не простых рабочих, а мастеров. Госзаказ выполняют. Но вот с каждым годом удержать преподавательский состав все труднее. С первого вересня должна была зарплата для педагогических профессионалов. Зрости на два тарифные разряды. Пока что финансирования нет. Недостатность финансирования и с коммунальными послугами. То есть мы имеем порядка 50% от потреб. Но будет ли финансовое улучшение? Ведь в проекте госбюджета на следующий год субвенции на образование местным властям сократили. И смогут ли они потянуть содержание колледжей и техникумов? Вопрос, ответ на который должны дать уже в ближайшее время депутаты. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Марина Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Чем может закончиться такая нехватка средств на образование, было хорошо видно уже на этой неделе под зданием Кабмина. Там состоялась акция протеста педагогов. Пусть на Грушевского пришли протестовать пока еще и не тысячи человек, но ведь и госбюджет еще не принят, так что это можно считать, так сказать, предупреждением. Протестовали учителя киевских школ. Они опасаются сокращений и невыплаты зарплаты, ведь на следующий год бюджетных средств может не хватить. Если чиновники не прислушаются к их требованиям, учителя грозят общегородской забастовкой. Только представьте себе, если вот к такому митингу присоединятся еще и педагоги из регионов, тогда Минфину точно не поздоровится. Непростая ситуация и с еще одной масштабной реформой – медицинской. Реформаторские идеи Ульяны Супрун, за которые недавно проголосовало большинство депутатов, все-таки не заработают с 1 января, как это планировали в правительстве и коалиции. В лучшем случае старт реформы стоит ожидать ближе к лету. Такие сроки обозначил заместитель Супрун Павел Ковтанюк в интервью украинскому Интерфаксу. Минздраве считают, что остановить реформу ее оппоненты все-таки не смогут и прогнозируют подписание ключевого законопроекта к декабрю этого года. Напомню, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене медреформы и пока депутаты его не рассмотрят, спикер не имеет права визировать принятый законопроект и отправлять его на подпись президенту. Впрочем, даже после подписания по оценке Ковтанюка еще полгода понадобится на согласование и принятие постановлений Кабмина, без которых реализация реформы попросту невозможна. Ну и еще время нужно, чтобы выбрать руководителя новой надслужбы здоровья, которая должна будет распоряжаться десятками миллиардов гривен госрасходов на здравоохранение. Ну а аппаратная битва за такой куш может стать очень напряженной и наверняка еще затянет весь процесс. Итак, почему в Минздраве считают, что у оппонентов медреформы не получится ее остановить? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Он гость подробностей недели. Депутаты именно от этой полицилы и зарегистрировали то самое постановление, без рассмотрения которого спикер и президент теперь не могут подписывать принятый законопроект. Ничего не напутал, Юрий Анатольевич? Здравствуйте. Добрый вечер. Но похоже, что ваши планы не сильно пугают Министерство здравоохранения. Вот заместитель Яны Супрун в интервью сказал, что у оппонентов медреформы не хватит голосов, чтобы провести постановление. Получается, что у нас большинство депутатов все-таки поддерживают идеи Супруна? Ну действительно, наша фракция голосовала против этого закона, потому что мы считаем, что в условиях, когда 60% населения находится за чертой бедности, узаконивать платную медицину – это преступление. И второе, вот эта коррупционная конструкция, которая называется Агентство по здравоохранению, которое будет делить 97 миллиардов, это противоречит всем принципам децентрализации и вообще здравого смысла страны. Более того, при голосовании были нарушены процедуры в парламенте, и мы зарегистрировали постановление об отмене этого голосования. Понятно, что это постановление не будет принято. Понятно, что найдется, поскольку нашлось большинство на принятие этого закона, то не пройдет наш вариант, но тем не менее мы будем бороться дальше. Если будет подписан этот закон, то мы готовим обращение в Конституционный суд о нарушении прав людей при внедрении вот этого закона. Мы будем бороться, потому что за нами правда, потому что этот закон, он практически, это называется медицинский геноцид, как его назвали уже врачи. Но вот, конечно, главный вопрос вы уже затронули, вы говорите об узаконивании платной медицины. Это, наверное, один из самых главных вопросов, которые сейчас обсуждают общество. Есть разные цифры, но не выданные официально. Депутаты хотя бы знают, о каких расценках на медуслуги идет речь или нет? Я хочу сразу сказать, что мы, подготовив альтернативный вариант страховой медицины, в классическом понимании, мы понимали, как это работает, поскольку это работает в многих странах, и они успешно этим принципом пользуются. За операцию, за лечение платит страховая компания. Если это пенсионер, то из бюджета получает деньги, если работник, то за это платит работодатель. Что касается расценок, сведения самые противоречивые. Операция шунтирования стоит от 60 до 100 тысяч гривен. Причем никто не может толком сказать, сколько операций будет льготных, сколько операций придется оплачивать людям. Полная неразбериха, никто не может сказать, по какой принципу будет насчитываться зарплата врача. И вот таких вот вопросов очень много абсолютно непродуманных закон, социально чувствительных, затрагивающих колоссальное количество людей, и при этом не подготовленных. Но если вы говорите, что закон не продуман и не подготовлен, вы верите в окончательную реализацию всех его пунктов? Безусловно, нет. Как только столкнуться с практической реализацией, мы уже видели на примере нескольких больниц, общаясь с врачами, которые тоже не понимают, что это будет, но уже видно, что это не пройдет. Поэтому не надо было вообще это затевать. Надо было сделать то, что сделала весь мир, страховую медицину в классическом плане, так, как мы предлагали. И не было бы такого безобразия, которое мы видим сейчас. Давайте теперь о другом безобразии, которое мы наверняка точно увидим. Голосование за бюджет, вернее, торги перед этим голосованием. Политики уже высказывают очень много замечаний к этому документу. Как вы думаете, 226 наберется и как быстро, и что нужно все-таки изменить в этом проекте госбюджета на следующий год? Действительно, голосование за бюджет в первом чтении стоит на вторник. Я могу сказать позицию нашей фракции, мы не будем голосовать за вариант правительства, поскольку видим, что там нарушаются права наших людей. Социальные выплаты практически, даже с учетом инфляции, снижаются, они остаются на этом уровне. А растут выплаты на силовые структуры. Суммарно на 21 миллиард растут выплаты на полицию, пограничников, прокуратуру, службу безопасности. То есть идет построение полицейского государства с бедным населением. Кроме того, административные органы получают солидную добавку. Ну, например, кабинет министра получает плюсом 2,6 миллиарда гривен. При том, что обрезаются все выплаты на инвалидов и по уходу за детьми, матерям-одиночкам, и чернобыльские, все социальные выплаты практически с учетом инфляции уменьшаются. Поэтому мы против такого бюджета чиновников. Но мы подготовили свой вариант, передали его в бюджетный комитет. И будем наставить, чтобы это был бюджет для людей, а не для чиновников. Мы будем голосовать только за свой вариант бюджета. И еще о тех, кому тоже, по-моему, в следующем году ничего не достанется. По крайней мере, судя по заявлениям правительственных чиновников, пенсионерам ждать повышения пенсии в следующем году не приходится. Как вы думаете, это можно изменить в госбюджете на следующий год? Можно додавить Минфин, ну, выбить хотя бы еще одно повышение пенсии? Ну, смотрите, если взять наш вариант бюджета, то, безусловно, да. Поскольку у нас заложено повышение пенсии на базе того, чтобы уменьшить выплаты на силовые структуры, заложить увеличение доходов бюджета за счет реальной инфляции, снизить в два раза коммунальные тарифы, которые практически съедают любое повышение, если оно такое даже будет. И если это принято, то, конечно, это можно. В сегодняшнем варианте правительства я не вижу там доброй воли для того, чтобы помочь людям. Нет, такого и есть просто, вот тупо проталкивают вариант правительства, вариант строительства полицейского государства с бедным населением. Хорошо, но не бюджетом единым вы будете жить в парламенте ближайшие два месяца, хотя работать осталось, по-моему, четыре пленарные недели. Две в ноябре и две в декабре. Вопросов масса, да, накопилось, законопроектов тоже. Как по вашему прогнозу? Каких решений, рассмотрения каких законопроектов ждать в ближайшие пленарные недели? Я могу сказать позицию нашей фракции. Мы будем требовать отчета правительства за год, который они отработали, даже больше уже. И мы будем требовать предоставления программы выхода из экономической кризисы, которая у нас сегодня есть. Если правительство не будет представлять эту программу, мы будем требовать, чтобы она ушла в отставку. Точно так же, учитывая вакханалию преступности в стране, которая в том числе и ваша передача освещена, мы будем требовать, чтобы руководители правоохранительных органов пришли, отчитались в парламенте, что вообще они будут делать с тем безобразием, которое происходит в стране. Такое постановление о их отчете мы уже зарегистрировали и передали в парламент. Вот это для нас принципиальный вопрос. Это, в общем-то, волнует всю страну. Согласен с вами. Спасибо вам за этот разговор. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко отвечал на мои вопросы. Спасибо, что пришли. Мы с вами продолжим и поговорим сейчас о том, что нам давно обещали. Вот-то вроде наконец-то начали. В Украине стартует монетизация субсидий. И хотя во власти говорили о том, что люди должны получать наличными всю сумму субсидий, чтобы самостоятельно решать, как именно сделать свой дом энергоэффективным, в реальности пока что можно получить только часть этих денег. То, что удалось сэкономить на оплате счетов. Вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал начало выплат с этой недели. Получить деньги могут почти 2 миллиона человек. Ну а бюджетный ресурс на это предусмотрен в размере чуть больше 1 миллиарда гривен. Итак, кто может получить эти деньги? Как они будут выплачиваться? И почему в этом случае государство одним насчитывает сущие копейки, а другим сотни гривен? Ответ искала Любовь Кукла. Леся Журавская живет в Кропивницком, в трехкомнатной квартире вместе с дочерью. Получает субсидию. Говорит, прошлой зимой спали под двумя одеялами, чтобы не замерзнуть и хоть как-то сэкономить на коммуналке. И в итоге сэкономить все-таки удалось. Правда, цена за испытания холодом вышла копеечной. Люди в черзе говорили про разные суммы. Одни говорили, кому-то повертали 700 гривен, кому-то повертали 150 гривен. Ну, мне повернули 149. Точнее, пока не вернули, а только пообещали. Денег женщина еще не получила. Ждет. С нашими заоблачными ценами на коммуналку украинцам приходится экономить. Но тем, кто имеет автономное отопление и мерзнув прошлой зимой, государство пообещало компенсацию. Правда, суммы за добровольное закаливание довольно скромные. В среднем за сэкономленную электроэнергию можно получить 150 гривен. За газ 700. Но компенсацию за газ заплатят только тем, у кого автономное отопление. Это в основном жители маленьких городков и сел. Их почти 2 миллиона. Механизм выплат простой. Сэкономил, обратился в совбест, написал заявление, куда доставить обещанную сумму. Варианта два. Или на карточный счет, или наличное на почту. Не взвертался пока еще до нас никто. Может будет в будущем, но сейчас пока еще. Оно же только началось. Сегодня только второй день, когда начала действовать монетизация. Перечислить деньги всем украинцам, а это сумма свыше миллиарда гривен, обещают до 15 ноября. И хотя выплаты еще практически не начались, они уже обросли слухами. Люди боятся, что сэкономленные деньги якобы нельзя будет потратить на свои нужды, а только на коммуналку. Это деньги, которые даются людям. А куда она вытрачается? Это экономленные деньги, которые люди получают за счет этой экономики. И она может использовать ее на любое время. И это далеко не все страшилки, которыми пугает сарафанное радио. Люди уверены, что после выплат компенсации им пересчитают субсидии. И хотя многие слухи оказались неправдивыми, на самом деле с монетизацией не все так радужно, как описывают в правительстве. Это имитация субсидий, чтобы показать, что что сделали. Монетизация субсидий – это требование МВФ. Там посчитали, это научит украинцев экономить энергоресурсы. И нынешняя выплата компенсации – это первый шаг на пути глобальной компенсации. Но вот, по словам экспертов, в Украине этот механизм работает для галочки, ведь расчеты взяты с потолка. Вы там что-то сэкономили, мы вам 600 гривен. Люди, не снущайтесь. Во-первых, я не знаю, когда эти 600 гривен дадут. Но на действительно адресную компенсацию у нас в бюджете просто денег нет. На выплату субсидий из казны уходят колоссальные суммы. Только в этом году потрачено 60 миллиардов гривен. Ведь на дотациях государства больше 6 миллионов семей. Такого в Европе больше нет нигде. Германия – страна с самой надежной социальной защитой. Там помощь государства уже давно монетизирована. Субсидий, как таковых, нет. Есть соцпомощь живыми деньгами. Пособия получают безработные в среднем 3,5 сотни евро в месяц. Плюс государство помогает оплатить аренду квартиры и коммуналку. Помощь получают безработные. Я никогда ничего не получал. У меня стаж 47 лет. Всю жизнь работал. Я жду внука. Он здесь пытается найти работу. Помогают в Германии малоимущим. Если человеку зарплаты не хватает на жизнь, он может собрать все справки и подать заявку на так называемое жилищное пособие. Монетизация субсидий, как в Европе, это то, что декларирует украинское правительство. Но это дело будущего. А пока сверх задача власти найти деньги на выплату помощи. Ведь в отличие от той же Германии, в Украине в субсидиях нуждаются даже работающие люди, которые просто не зарабатывают на заоблачную коммуналку. А все стимулы экономить ресурсы пока слишком неубедительны финансово. Любовь Кукла, Татьяна Лагунова, Елена Брынза, Сергей Еременко, Павел Лысенко и Владимир Кувакин. Подробности недели. Телеканал Интер. Эта осень принесла первую за долгое время позитивную новость о долгах за коммунальные услуги в Украине. Если раньше приходилось каждый месяц отмечать рост таких неплатежей, то теперь можно чуть ли не впервые сказать, долги сокращаются. Хотя, конечно, и не очень существенно. Так что, наверное, о тенденции говорить пока рано. Но, тем не менее, появились данные за сентябрь и август этого года. Если на конец лета украинцы должны были за ЖКХ больше 27 миллиардов гривен, то на конец сентября долг снизился до 26 миллиардов 800 миллионов. Ну а вот цифры с государственным долгом Украины дела традиционно плохи. Он опять вырос и уже перевалил за 2 триллиона гривен. В долларах это звучит, казалось бы, не так страшно. Всего 77 миллиардов. Но важно помнить, что в ближайшие годы нашей стране предстоят пиковые выплаты по госдолгу. И как раз в долларах. А обеспечить их можно только за счет новых кредитов. Например, от МВФ. И даже если фонд все-таки продолжит поддерживать Украину своими траншами, тенденцию роста госдолга это все равно не сломает. К тому же и шансы получить от МВФ еще хотя бы миллиард долларов пока очень призрачны. В украинской власти надеялись, что одной лишь пенсионной реформы будет достаточно для нового транша. Но МВФ настаивает на выполнении и других требований. Об этом сегодня в Киеве заявил Йоста Люнгман, представитель фонда в Украине. По его словам, для очередного транша все-таки придется запустить процесс приватизации, а также создать антикоррупционный суд и решить вопрос с ценами на газ. Напомню, фонды настаивают, чтобы цена на топливо для населения пересматривалась регулярно и повышалась, если цены на мировом рынке растут. Сейчас, кстати, как раз такая ситуация. Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже не раз обещал, что никакого увеличения цены на газ, а значит и повышения тарифов, не будет. По его словам, все это еще тема для переговоров с фондом. Мы сегодня в диалоге и ведем техническую работу на уровне технических фаховцев. И как только мы завершим эту работу, мы про это сообщаем. Всем дякую.